В угол Милан нас встретил в Туман До сих пор не знаю, как мы садим Приехали Поздней ночи Ждем нашего водителя Глеб какой-то неугомонный Энергия тьма, в отличие от Бори Он уже готов спать Первое утро в Милане А тут проливной дождь Сейчас будем искать решение Все, что смогли найти Что будет питься гораздо меньше Что, вкусно вам? Дети, вам вкусно? О, еще хлебушка нам принесли А, грация Мы сидим в этом граце Так, кушаем Пытаемся вместе с этой жизнью Боря, мне кажется, что я слишком много набрал Что такое? Вы про них забудете через полчаса Полчаса Далеко не ходим Далеко не ходим Прогулки по городу Машка, а что там за полчаса Какой? Не знаю, можно пройтись посмотреть Пойдемте Абсолютно Мы не можем перемещаться по городу за дождя Завтра вроде бы не так дождя Пройдемся А мы их уже У них уже маячит Джелатто итальянское Они уже в курсе Мороженка Так, ну пойдемте Дома Вот там пойдем посмотрим Аааа Нет, это там просто посмотрим сейчас Ну может быть и будет рядом морожен В общем мы сегодня Тупо по магазинам пока И то ничего не купили А туда уходит магазин Apple Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы решили немножко согреться. Мы с самого утра шли в музей Леонардовинчи, прошло 4 часа, мы все так же идем в этот музей, и теперь уже решили поехать на метро. А, вон туда, Глебушка, идешь? Быстро доходим до места назначения. Так, нужно купить билет, М1, это сюда. О, билет продается. Да, нам нужно 3 взрослых, у меня есть какие-то монеты. Опля, сейчас будем покупать билет. Гугл нам рассказал, как добраться теперь до метро. Нам оставалось пройти 2 километра, и мы решили, что... Ну что тут? У тебя 50 центов? Ну что, давай, заработанное. Вот сюда. Вау! Так выглядит билет. Вот сюда. Нам нужен М1. И сейчас мы как поедем? О, Глебка, проходи. Пойдем, пойдем, пойдем. Так. Система ниппель. Все, погнали. Хи-хи-хи-хи. Так, ну что, спускаемся в метро. И я бы, я тебя жду. Нам обещали, что надо 2 часа прекратиться в дождь. Но это не случилось. Дождь так и идет. Помню, у вас не фокус. Идешь, Лепшик? Так. Надо понять, на какой поезд нам. Так, тут легкая анархия. Боря, аккуратно. О, бля. В принципе, Милан на данный момент. Красиво. А помимо этого, красиво? Да, красиво, да. Сдание свое. Да, да. Италия. Италия. Они любят жить, любят жизнь и умеют делать это красиво. Это все стереотипы. Но ты можешь сам убедиться, что так и есть. Прелесть. Почему-то всегда мне хотелось жить в Италии. Я тут не живу, но могу сюда ездить. Что тоже неплохо. А в общем-то, да. А что, почему мы выбрали Милан? Здесь сюда были очень дешевые билеты. Это в районе 20 евро, что ли, у человека. Что-то в этом роде. Поэтому мы выбрали Милан. А завтра мы будем тоже еще в Милане. А послезавтра уже улетаем в Будапеште. Там будем 3 или 4 дня. Оп. Так что, да. Такие планы. Потом вернемся обратно в Подгород. Все фейл дня. Мы добрались все-таки до этого музея. Но он закрыт по понедельникам. Кто-то из нас ничего не проверил. Мы говорим двое. Ну, в общем, да. Теперь мы думаем, чем развлечь себя. Детей... О, вылезь хорошо. Отойди в Костя. Среди я. Окей. Теперь мы думаем, как себя развлечь. Пойдем, наверное, сейчас домой, кинем вещи. Пойдем обедать. Пойдем все. Да. Неприятно. Учитывая, какой путь мы сюда проделали. А они у меня дома остались. Итак, день номер 2. Да здесь сегодня нет. Как видите, но холоднее. Но это идеальная погода, которую я люблю. У тебя плащ. У тебя шарф. И у меня даже открыты немножко ноги. В общем, сегодня мы решили сейчас забраться на Дуома. Зайти внутрь и забраться на крышу. Посмотреть сверху, как все это выглядит. И приглашаю вас с собой. О, кстати, очереди нет. Потому что вчера здесь была очередь. Смотрю на дочери. Ну, собственно, вот и Дуома. Получаешь билетик. Потом по нему... Сейчас куча касс. А, F02. Нам в десятую. Пойдемте. Попределить, что очень холодно. Но мы не оцениваем их сегодняшний день. А вон, возможно, имеется в виду там наверху. Мы пойдем ведь наверх, да, пупсик? Ой, сзади нас такая. Сзади нас такая толпа. В общем, вчера здесь была очередь. Мы вчера, когда сюда пришли, но это было, наверное, часа два дня, да? Около, может быть, 12-2 часа дня. Да, была большая очередь здесь. А сегодня, вон, чуть-чуть со всем... Вау, посмотрите наверх. Смотрите мне. А посмотрите, какая дверь. Это просто невероятно. Вам по видео непонятно, наверное, будет масштабы? Ну, это что-то невероятное. 40 тысяч человек вон вмещание. Вау. Просто невероятно. А какой пол? Просто невероятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь мы хотим попасть наверх. Это надо было выйти с собора. Вот он. Подняться на лифте. Мы пытаемся это найти. Пока не можем. А! Вот это, наверное. Лифт. Вот так и написано. Лифт. Все. Сейчас будет счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дали нам зашли в кафе пообедать. Ой, тепленький хлебушек. Дали нам комплимент. Так, пара слов для общественности. Я немножечко забыла. В общем, что? Хотела пару слов сказать про Дуома. Конечно, когда я зашла внутрь, у меня прям захватило бух. Это же мягко сказано. Я почему-то настолько была сконцентрирована на том, как он выглядит снаружи, что совсем не думала о том, как он выглядит снаружи, вау, какое красивое здание. А внутри, как вы видели, это было божественно. Так вот, идешь по Милану, здесь куча красивых улиц. В принципе, так можно идти по любой итальянскому городу, по любой итальянской улице. Вот мы снова вышли сюда. Ну, посмотрите, какая красота. А внутри просто неверо... О, вы гляньте, какие улицы! Очереди! Невероятная красота! Так, а ваши дети этой же ерундой занимаются? Вот наши занимаются. Это какой-то кошмар. Для всех фанатов... Как эта игра называется? Fortnite? Да, Fortnite. Fortnite. Посвящается. Ха-ха-ха. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ И мы сейчас планируем зайти, потому что, естественно, он с итальянским акцентом. Это первый Starbucks в Италии или просто? Возможно, в Милане. Здесь можно увидеть процесс обжарки. Класс! Или здесь по меню? Можно здесь просто посмотрим, пойдем куда-то подальше от самотоки. Необычный. А, там просто народ сидит. Шампанское выпивает. Шампанское выпивает. Шампанское выпивает. Мы сейчас зашли в Starbucks. Это единственный в Милане Starbucks или первый? Я не знаю. Возможно, единственный. Мы предполагаем, что это единственный недавно совсем отрывшийся в Милане Starbucks, который печет свой хлеб, который предлагает пиццу из печи, по-моему, да? Ну, и в общем такое. Так, главное, что они здесь обжаривают кофе. И они сами здесь обжаривают кофе. Так надо было тем более попробовать. Мы не стали что-то брать там кофе. Ну ладно, не последний час мы тут. Да, очень интересное, классное место такое, правда. Бывшее здание почты. Я не сказала, это бывшее здание почты. Естественно, старинное здание, если вы видели. А вы видели, потому что я его сняла. В общем, я бы его прям рекомендовала бы к посещению. А мы просто идем гуляем дальше. До музея Леонардо да Винчи, который технический музей, или как это, музей науки, мы так и не дошли. Сегодня не доехали. Но мы были в другом музее Леонардо да Винчи, в котором нельзя было ничего снимать. Прямо здесь, напротив дома. Ну, в общем, нам очень понравилось. Особенно понравилось детям. Мы их прям не могли оттуда утащить. Вот, а сейчас попробую показать им, что вокруг меня. Ну, да. Купсик. Пути на арборку. Ага. О, зелененький. И нельзя не ходить в магазин. Их здесь много. Мы зашли Глеба посмотреть. А, курточку такую. От дождя. Дождевик вот, как это называется. Уже вечер. Что это за день сегодня? Вторник. Понедельник. Вторник. И мы заканчиваем этот влог с прекрасной площадью, где находится собор Дуома в Миланске. В общем, это были прекрасные два дня. Дальше мы поедем в Будапешт. А это уже будет отдельный влог. Так что до встречи в другом городе.